Олени! Не надо про олени, я тебя прошу! Я просто не знаю, я не знаю, что сейчас нужно такое написать, что тебя услышали и прочитали. Ничего, ты понимаешь, ничего не надо, текст не имеет никакого значения. Бред двух друзей на веселе или трезвый расчет. Делать из обычного человека гения взялся поэт Духов в исполнении Михаила Пшеничного. Играть роль, как сейчас сказали бы, пиар-менеджера, ему не привыкать. Выходил в этом образе на сцену несколько десятков раз. Для Дмитрия Пчелы показ премьерный. И то, что они с Пшеничным в дуэте – сюрприз. Ведь изначально и Пчелу приглашали играть роль Духова. Мы должны с Мишей Пшеничным играть ее в пару, но времени, как оказалось, просто не хватило на репетицию. А я играю его друга сейчас, такую небольшую историю. Роль, ну что, собутыльник, алкоголик, друг главного героя. Что можно еще сказать? Человек, никем не признанный поэт, любитель женщин. Любителем женщин оказался и герой Александра Морозова. Именно из него, простого сварщика, духов и делал гения. Подсунутые кому надо под видом романа чистые листы бумаги в папке, телешоу, творческие вечера делают из работяги звезду. Эдакий зигзаг удачи. Тема актуальна во все времена. Сейчас такое время, когда очень распространено, ну, к примеру, на каком-то таком маленьком примере скажу, к примеру, инстаграм-блогеры, когда действительно в любой момент человек в секунду может стать знаменитым в силу каких-то обстоятельств. Работы над ним, работа его над собой. И что из любого, вот в данное время, из любого человека мы сделаем узнаваемого человека. Конечно, без любовных политических перипетий, как и в жизни, спектакли не обошлось. Актеров в постановке задействовали сразу восемь. Зрители шли к кумирам не с пустыми руками. Некоторые очень озадачились с подбором цветов. Дочка хочет Дмитрию Пчеле, она поклонница, подарить белый, потому что она ребенок. Она хотела красные розы, мужчине от школьницы не дарят. А я, мои лилии, это с Любавой Гришновой ассоциируется. Почему-то другие, вот не представляю. Во-первых, женщина с женщиной, ну как на языке цветов. Вот именно лилии нежные. Нежности на сцене от Любавы Гришновой зритель все же не увидел. Зато героям удалось доказать, что за выдуманную славу придется дорого заплатить. И совсем не деньгами. Именно такую мораль, как пишут критики, вывел в своем романе «Козленок в молоке» Юрий Поляков. Ну я сразу попросил пьесу, первооснову. Мне очень понравилось. Редко нравится материал. Правда, редко. Мало хороших пьес. А это, я понимаю о чем, я понимаю, кто я. Я старался выполнить просто буавтора. То есть я шел по тексту. Я не могу сказать, что я где-то облажался, но вроде все чистенько. Получат ли актеры за свою работу о мужского журавля, узнаем 20 сентября на церемонии закрытия фестиваля. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова